Время не стоит на месте и важно вовремя меняться, чтобы прогресс шел вперед. Этого мнения придерживаются и сотрудники ГИБДД. С тех пор, как полицейские переехали в новое здание ГАИ, они получили возможность в полной мере и с удовольствием выполнять свою работу по приему населения. Ведь просторные холлы, кабинеты и достаточное количество окон для обслуживания значительно облегчают процесс выдачи водительского удостоверения или регистрации автотранспорта. Процесс обслуживания граждан в новом здании ГИБДД по временным факторам значительно сократился. Но помимо этого, чтобы зарегистрировать свой автомобиль, получить госзнаки, обменять водительское удостоверение или получить новое, вы можете заранее записаться на прием на сайте госуслуги.ру. Но даже если вы этого не сделали, сотрудники полиции обслужат вас и в порядке живой очереди. В новом здании ГИБДД для приема населения предусмотрено два крыла. Слева располагается все, что касается работы с транспортными средствами. Справа – выдача водительских удостоверений. В окнах 6 и 7 вы сможете заменить старые права и получить новые. Для этого вам понадобится паспорт, оплаченная госпошлина, пункт оплаты находится в центре зала, заявление, медицинская справка и фото, которое делается прямо на месте. А рядом с окнами расположился экзаменационный класс, где будущие водители сдают теоретическую часть экзамена. Набирается с утра группа, люди приглашаются на теоретический экзамен. После его сдачи проезжаем на площадку для приема первого этапа практического экзамена. После него, соответственно, от ГАИ мы уже начинаем принимать второй этап практического экзамена. Это город. А если вы пришли в ГАИ для регистрации транспортного средства, то вам следует пройти в левое крыло. Здесь, в четырех окнах, сотрудники примут у вас документы для перерегистрации автомобиля, снятия с учета, изменения и внесения учетных данных о машине. Все, что вам необходимо предоставить, это паспорт, документы на транспортное средство и страховой полис. Например, сейчас процедура получения госзнаков занимает один час. Поэтапно ему предстоит подать заявление в окошко номер 2 или номер 3, паспортистки заполнит необходимые все документы, проверит, заполнит заявление. После чего гражданин проходит на оплату квитанции и проследует на осмотр транспорта на площадку сзади здания ГИБДД, специально отведенное для этого места. Сотрудник полиции сверит номерные агрегаты с техническими документами, после чего прибудет зал ожидания, где ему вызовут, если все нормально, сдаст старые госномера либо транзиты в 104 кабинет, после чего будет ожидать получения готовых документов. Во время ожидания для посетителей предусмотрены кофейные автоматы и зоны с сидячими местами. Теперь поход в ГАИ стал намного приятнее. Юлия Погосян и Адами Наталья Буслаева. Видное ТВ.